Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем Цивилизацию 5 на Божестве за Венецию. В прошлой серии мы попытались запустить караван, но оказалось... А не караван, а торговый корабль. Но оказалось, что он не в Мамбасу целится, а в Женеву. А у нас тут варварская галера, пиратский корабль, который его подрубит. Поэтому теперь надо бежать его и истреблять. Пока я с ним разберусь, я собираюсь отправить караван куда-нибудь. Ну, опять же, либо в Мамбасу, либо в Монако, но уже сухопутный. Я тут вижу лагерь варваров, поэтому этот маневр с кораблем, он, конечно, может закончиться со временем очень плохо. Потому что выглядит новая галера и сожрет его, поэтому лагерь надо этот уничтожать. Так что я отправляю туда в догонку муляков с топорами еще. И заканчиваю ход вот так вот быстро. Если не смотрели прошлую серию, посмотрите. Там все развитие, все цели указаны. Но если вкратце, то собираюсь я идти за научной поведой. Хотя вначале мне казалось, что это хорошее место с золотом, с горой для науки, со всем прочим. А потом оказалось, что с правой части, когда туман открылся, оказалось, что у нас тут такая себе местность. Вода сплошная. А вот, поэтому я боюсь... Ну, видите, сколько леток в воде. Боюсь, что фиговастенький все-таки место для развития получилось. Но уже штаб 8 ходов отыграл. Поэтому идем дальше. Так, спи пока что, корабль, спи. Что еще интересного произошло? Интересно, что на 45 ходу все религии разобрали. Я такой дичи раньше не видал. Обычно религии оставались там до 70-го, до 100-го хода. Кроме того, вроде больше ничего такого необычного не было. А, Оракул, я думал, что к 40-му ходу по таймингам. Оказалось, что к 50-му и, собственно, Оракул я построить успел. Так, все, этих зачищаем. Ну, и бережем теперь тот лагерь. Пинать корабль я пошлю в Женеву. Потому что я не думаю, что Галер прям полчища там стоит и ждет. Так что пойду снесу. Из чудес я успел построить висячие сады еще, кроме Оракула. Висячие сады дают 6 еды. И нам эти 6 еды очень круто сейчас заходят. По 2-3. Ну, было по 2 хода. Теперь по 3 хода на каждого нового жителя. А нам быстрое развитие нужно. Быстрый рост, потому что город всего один. Так, еще. Еще рыбацкие лодки я хочу. Раз, два. Построить. Даже, наверное, вот так вот. После каравана перед рынком. Так, отправляем. В Монако, либо в Мамбасу. Монако даст больше золота. И закроется квест от Монако. Может быть, будет оно с нами дружить. О, смотрите, руины тут. О, вот это удача. Так, а те руины? Ну, те руины, конечно, ожирали. Ничего себе, арбалеты уже. Карфаген воюет с Японией. По крайней мере, воевал. Нет, уже перестали воевать. Хотя я смотрю, что Токио и тут какой-то город. Осака, наверное, второй город японский. Они стоят без изменений. Так, вот эти посиренец. То есть, повоевали, повоевали, но остались при своих. Ну, они еще этим не раз будут заниматься. В крайнем случае, я им буду помогать. Кому-то буду платить за это, чтобы он нападал на другого. Сейчас мне надо... Ааа, гаденыш! Смотрите, пришел и сожрал. Ах ты, курва! Так, ну, видимо, и лагеря там нету, да? Раз лошадь какая-то синяя проскакала. Давайте подрубим железо. Оно нам нужно. Рыбацкую лодочку выкатываем. Так. Да, все, лагеря нету. Мы можем возвращаться на свои места. Блин, вот же зараза. Я же... Я же нашел руинку. Немного удалось руинку зацепить. Всего, по-моему, три. В этой раздаче. При хорошем раскладе и шесть, и семь. Убрал не раз. Так, чеченица кончилась. Повелся шпиону. Значит, шпиона надо зарядить туда, где будешь технологии. 26, 22, 19. У нас 18. Значит, шпиона мы отправим в Карпаген. Туда. Иди. Иди. Хотя, звить, конечно, эту курву не стоит. Она рядом. И она такая, воинственная в целом. Но... А что делать? Лодочка дает нам еще плюс еды. И давайте еще одну лодочку по максимуму, чтобы еду выкапывать. Ну, вот это давайте уже после рынка. За Путин. Чуть-чуть, нету никаких. Великий ученый через 30 прихода. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Ну, отчасти я взял один город, чтобы один и тот же микроменеджмент не показывать во всех городах, потому что мне кажется, это не очень было бы интересно. А тут все-таки быстренькое развитие такое, подинамичней. Не считая того, что у нас тут полсуты отсутствует. Человеку для спасения нужно знать три вещи. Чему он должен верить, чего желать и что делать. Пава Аквинский. Открыли богословие и перешли в Средневековье. Нам нужно не Средневековье, нам нужно новое время. В новом времени мы сможем закрывать социальные институты. Социальные институты не называется? Общественные институты. Сможем закрывать Общественный институт рационализма. Это даст нам бонус на науку. Потому что через четыре хода у нас будет новый институт. Но опять воля, наверное. Хотя, вот смотрите, коммерция. Коммерция мореплавания может быть. Но может быть и воля. Так, хотя, конечно, хочется в науку. Ну ладно, пока это не открылось. Будем скакать дальше. Появляется рынок, он позволит нам копить великих торговцев. Нам нужно их три будет, чтобы выкупить Мамбасу, Монако и Женеву. Вот тут большая площадка, наверняка, причем еще мрамор, железо. Да, зол... кто-нибудь сюда воткнет город. Да, кто-нибудь кто? Карфагены воткнет сюда свой город. Поэтому покупка Мамбаса и Монако у нас тут получится единая территория. В целом удобно. А вот с Женевой получится не очень удобно, потому что здесь будет кто-то. Вот тут вот есть как они называются Густав тоже уже вот он так сидит. Конечно, вот здесь еще кто-то впилится и городок у нас тут будет в осаде всегда. Причем в военной осаде, потому что тут общие границы и тут будут общие и будут его долбать. Не просто так он там будет жить себе поживать, чтобы его никто не трогал. И это не очень хорошо, потому что для научной победы желательно не отвлекаться на всякие войны. Но куда деваться? Потому что если взять две марионетки, не сможем мы подкопить к 200 ходу тысячу науки вход, а тогда может нам не хватить. Там науки 600 наверное будет, да? 600 это маловато. Давайте посмотрим, что нам рабочий. Лесопилки то есть уже? Нету лесопилки. Так. Лесопилки то нету. А, вон есть обработанный. Дотягивается, дотягивается. Иди туда, там и строй. Появятся лесопилки. Вот тут поставим пару лесопилок. красота. Заживем. Так вот, количество науки где-нибудь 600 с двух марионеток и столицы мы выжмем. Марионетка дает где-то примерно сотку, там 130. Вот. А нам-то надо по тысячу, чтобы зажигание ученых позволило нам вырваться вперед по науке и начать стройку ракеты. Оп. Тоже пять еды. Давайте с двойной еды кого-нибудь переставим на холм на вот этот. Тем более, что сейчас мы его будем обрабатывать. Все равно две. Так, собор Софии мы можем поставить. нафига бесплатный храм. Так, а почему у меня еще одна лодка третья торчит? Еще лодка мне не нужна. Караван вот я возьму наверное лучше. Да даже сейчас я его возьму. Закрою еще один квесток города государства. Караван сарай даст длинные пути. Тогда даже возьму караван сарай потом караван может быть смогу ездить уже науку тянуть. Так, ну и ставим персонажика на великого торговца. Он появится через 18 ходов. Давайте тогда его наверное не будем пока ставить. Дождемся ученого потом его. Потому что пока мне выкуп городов не сильно интересен. Пусть они развиваются сами там по себе. А когда уже появится наука у них лаборатории там всякие даже до лаборатории я их буду выкупать. Скорее даже перед индустриализацией потому что нужно будет 3 или 4 фабрики нужно сделать. Вот я не помню сейчас чтобы принять идеологию но без них нельзя быть вот как раз к тому периоду я их буду выкупать поэтому через 18 ходов чисто взять торговца пойти денег вырубить но но мне эти деньги не очень нужны. Вот национальный эпос тоже хорошо скорость на 25 процентов увеличится и мы уже первоученым сможем получить до наступления сотого хода. Так плюс 2 золота давайте вот так надо сделаем отсюда я науку получил отсюда ученого даже вот так но караван сарай строить и не пользоваться караванами будет не очень поэтому сделать здесь 6 23 хода 23 хода ну срежем там ладно вот так оставим не будем путь все побежали посольство она хочет не думаю не думаю что посольство убить добро можем мы о вот он бежит вот этот значит хрена была здесь разложится сейчас и сразу 12 клеток ой прощелкал по привычке технологию не дал послушать ну ладно блин как же быть то даже если он сюда сейчас встанет это тоже будет крайне неудобно с вот этими нашими городами через его границы бегать он не даст да шарфончик но он свою территорию видите уже всю закрыл их шарфончик давайте побежим его поблокируем попробуем но боюсь я не успею уже он возьмет и вляпается куда-нибудь прямо сюда и перекроет все пути подхода а эти два города надо будет как минимум выкупить как минимум два хотя конечно надо выкупить все три побежал он побежал да держи его не пускай вот здесь он хочет воткнуться иди отсюда так главное чтобы он не потихонул прямо сюда не бросился раз два а он сюда не может ближе чем три клетки нельзя раз два три вот сюда может он прям воткнуться ладно сейчас будем его выдавливать как-нибудь рационализм все еще закрыт плюс один в каждом городе немного 25 скорость улучшения на клетках клетки уже все заделаны новых не прибавится скоро отряд рабочих не нужен поэтому это полностью фигня плюс один настроение каждого города связанное со столицей тоже так себе получение затрат культуры на принятие социальных институтов замедлиться на 33 вот это хорошая штука то есть все новые социальные политики они каждая следующая дороже предыдущей но с представительством оно будет не так сильно дорожать а по чуть-чуть скорость поселенцев вообще у нас их нет поэтому воля такой бонус ну вот республику взять чтобы быстрее строить но не очень так коммерция принятие института коммерции повысит приток золота в столицу на 25% вот это неплохо позволяет расширить ваше владение за пределы одного континента строение мэй плавни увеличивает очки уп и тачки чего движение что ли на 1 плюс радиус обзора открывает постройку лубра ну тоже фигня давайте возьмем коммерцию чтобы получить 25 золота блин я вот сюда хочу ну ладно будет больше золота так караван сарай почти готов юнит ждет приказа стой не пускай его вот твой приказ главное чтобы он не пастор понял нотердам создается в далеких землях нет не очень ты хотелось фикс нотердам так ну я ай-яй-яй не пускайте его зачем вы отошли я могу попытаться выкупить клетки вот эти вот ну а что мне тогда ничто никак его не ограничит в том чтобы он вот он сюда сейчас убежит и вот там распушится и распушится сразу на 12 клеток вот этот весь кусок земли отберет но мы тут еще сможем соединиться так теоретически с мамбасой в будущем можем не соединиться потому что этот конечно зараза встать сюда а толку он так обойдет никак я его не заблокирую двумя юнитами поэтому видимо сейчас он бежит туда и там разложится очень жаль очень жаль что так много здесь у нас получилось на континенте противников так близко и очень жаль что один из них шашон который вообще в принципе так вы монако больше не друзья почему я в монако отправлял квеста а этот выкупил шашони и причем выкупил сразу 82 то есть он штуку вывалил сколько что денег вход 64 как же ты тогда так вваливаешься 82 83 78 уже смотрите сколько да подлецы так ладно держим его зажали немножко и держим так стой ну все больше нечего делать просто стоим чтобы он отвалил отсюда если он отвалит отсюда а но тут через нашу территорию он не пройдет хотя он может вон там где-нибудь если он здесь тоже не будет сильно лучше да куда вы убегаете там бомбасцы стойте просто не пускайте его Фенеция растет 19 жителей у нас уже нормально город прорастает каждые три хода сейчас достроим караван собор не знаю нужен не нужен вера плюс 3 чуть-чуть копится давайте перед храмом храм получим бесплатно если получим если не получим то и пикнем караван пока подождем посмотрим что у нас там с торговыми путями сейчас будет стой стой вот супер ход собор святой софии а это не он был случайно там не этот собор у нас в очереди да ну ну и все ну и ладно ну и пропал и пропал не очень-то и хотелось три хода до образования сможем строить оксфорд начался эпос эпос нам ускорит людей больше ничего интересного писателей начать делать достроил да строили мы строим как построили давай строй ферму тогда так вот да дотягиваемся мы до гашута и начинаем тянуть уже науку 4 да это считайте процентов 8 от того что у нас есть плюс 8 процентов хороший прирост поэтому там еще один такой же город виднелся после эпоса еще один караван запустим хотя конечно караваны по морю дают больше но мы пока не дотягиваемся никуда а я тороплюсь все-таки универ сделать и оксфорд чтобы науку копить уже сейчас оттанкор ват уже кто-то сделал до которого мы еще даже не добрались тут стоит выжидает шашонский поселенец никуда особо не дергается ну и нам спешить некуда варваров там истребили тут через такие полчища никто не пройдет поэтому нам бояться стоит только этой дидоны но когда она ломанется прежде чем ломануться она еще вот тут вот город воткнет скорее всего так они хотели бы стать друзьями у вас нет спорных границ о аристотель кто еще там как относится кто еще к нам как относится так здесь все нормально здесь пока все нормально пока все нормально пока никто не хочет нашей смерти никто не хочет наших земель можем пока не себе разваться доросли до золота это чудесно так до этого пока не доросли но дотянемся бананы еще можно подтянуть плантации на них построить а зря я стал строить ферму на самом деле потому что хотя да зря потому что на бананах уже люди стоят а здесь третье яблоко не будет работать нужно нужно бежать на бананы мы же умеем делать плантации так расчистить джунгли ну наверное наверное да да мы умеем делать джунгли сколько он будет два хода не надо два хода копошиться там и лучше пробежишь пол дороги и у нас появилось образование и это хорошо так мы можем получить дополнительно золото за рыбацкие лодки две монетки погода не сделает но все равно бонус и вот дополнительные торговые пути вот это вот точно хорошо и продление морских торговых путей это еще лучше потому что сейчас у нас скоро мы упремся в лимит по торговым путям и они сухопутные что самое главное а за морские мы сможем получать больше и науки и золота ну и плюс если мы начнем с гидоной торговать может быть она не так на носах лисится рано а какое-то время еще поживет с нами в мире но имеется ввиду дольше чем пожила бы если бы мы с ней бы не торговали бы вот он караван начинается издаваться так убежали бомбасцы зачем-то нормально нормально же стояли я за это время уже построил бы каком-нибудь юнице и сам бы сюда приткнул караван строится караван университет университет можно купить вообще 5 ходов не ждать с другой стороны 480 если в деньгах это 12 ходов накоплений поэтому его наверное стоит все-таки строить а деньги нам сгодятся так попробуем поставить нет 15 ходов рано позже стойте стойте два хода до каравана запускаем последний караван строим универ и пока мы будем строить универ у нас исследуется компас и мы сможем попробовать еще раз торгов ага все вот он вот он и побежал туда вот он там сейчас и разложится ну ну да воина можно было достроить и дотянуть вместо бомбастов тупорылых я могу я могу встать сюда и могу встать сюда он не сможет уйти туда но сможет уйти туда но он и так сможет туда а он туда не идет ему 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 вот сюда зачем то а мы ему тут перекракиваем здесь он точно уже не встанет ну так по хорошему не должен здесь он не встанет но здесь прямо вплотную рядом с нашими клетками тоже скорее всего нет а вот на той местности он и до этого мог развожиться но ему хочется куда-то вот сюда уйти поэтому мы тут будем стоять его блокировать дальше да ладно ты поплыл ах ты урва он сейчас хочет вот так вынырнуть нет ты не вынырнешь ты не пройдешь да вот она плантация вырубит она конечно джунгли но плюс к еде к бананам нам сгодится последний караван запускаем погнал и строим универ так ты стоя хранить здесь появится комп значит после универа мы сможем делать торговый корабль у него будет и дальность уже получше и кроме дальности он лимит вообще расширится в принципе мы сейчас их не можем строить из-за лимитов ой ну вообще уплыл обиделся ну и ладно плыви там не знаю в Австралию есть давайте сколько у нас добавилось 2 у нас добавилось а вот грузовой корабль никак монетный двор не поставлю но он даст плюс 2 золота хотя плюс 4 на самом деле даст у нас 54 но тоже неплохой прирост но до университета мне дороже а гавань кстати разве не продлевает прогладывает торговый путь в столицу морские торговые пути будут на 50% длиннее значит гавань тоже а сколько она стоит 420 да да фиг с ней или не с ней фиг фиг с ней мы ее купим гавань чтобы когда будет корабль сразу видеть уже варианты маршрутов подлиннее подальше астрономия вот что нам нужно нам нужно астрономия чтобы делать обсерваторию на горе мы ради этого гору и хотели получить это даст плюс 50% к науке нашей поэтому обсерваторию начинаем исследовать и будем ее строить вы теряете влияние в Мамбасу в Мамбасу надо отправить ну вот сейчас как раз я думаю торговый корабль который мы скоро сделаем он в Мамбасу и поплывет закроем квест на торговый путь повысим наше влияние и они дальше будут нашими союзниками а вот и Карфаген как я и говорил он придет сюда потому что она так активно расселяется до дона всегда ну и потом начинает активно воевать потому что ей тесно становится так ну мы в ту сторону мы еще можем по воде вот тут разрастись но я эти клетки выкуплю когда она будет подбираться сюда даже я а ну в принципе тут а город тянется к хренице тут потому что у него здесь и здесь да видите особо особо некуда я думал просто подкупить вот тот пункт куда-нибудь чтобы до пшеницы дотянуться но походу город сам едет за пшеницей пусть едет он либо эту возьмет либо вот эту через два хода полтинник наверное нет смысла сюда тратить пусть пока полежит так вы юниты закрывайтесь этот вылез вроде в море но стоит не уходит то есть он ждет пока мы здесь ему освободим местечко не будем этого делать вот это золото мы можем выкупить можем пока и не выкупать у нас счастье есть хотя если мы возьмем вот это золото и вот это золото мы сможем так вылазит да а сейчас я вообще заблокирую вот так встану и он тут так а все мамбасы отвалилась совсем тихо 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 спокойно ты сюда ты сюда Сейчас выпрыгнет. Сейчас обратно подвинусь. Так вот, эти два золота дадут нам возможность поменяться ресурсами. У нас будет 18 частей. Это ускорит наш золотой век. Но мы сейчас тут достроим плантацию. Даже я не буду ждать этого момента. Я куплю рабочего. Так, вы стоите просто тут. Куплю рабочую. Вот оно, правило, количество городов плюс один. То есть все-таки два рабочих, потому что вот эту клетку надо обработать и вот эту клетку тоже надо купить и обработать, чтобы ускорить приближение золотого века. Ну и попытно останется. Раз, два, три. Ага, видите, выпрыгнул. Сейчас я назад подвинусь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, немного клеток остается. Но, тем не менее, остаются. Поэтому бежим вот за тем золотом. Какая следующая будет выкупаться? Вот это. Значит, вот это золото куплю ближе к делу. Так, так. И следующий ход. Закончили универ. Значит, сейчас должен появиться Оксфорд у нас как чудо. И сейчас посмотрим, пора ли его брать или не пора. Оксфорд даст нам бесплатную технологию. Вот сейчас. Ход, когда наступит, надо будет посмотреть. Ай, смог. Вот тут он разложится. Теперь. Обхитрил меня все-таки он. Да, все-таки обхитрил. Я думаю, тут он город сейчас и поставит. И вот, вот так он расползется. Что можно выкупить здесь? Да уже ничего здесь не выкупить. Единственное, вот эта клетка будет занята нами поближе к Мамбасе. Мамбаса бы тоже доросла сюда. И у нас будет с ней тогда общая территория, когда мы ее купим. Хитрец какой, а? Хитрец. Идем. Так, забыл я заглянуть. Вот он, Оксфорд. Три хода до астрономии. Акустику можем закрыть Оксфордом, чтобы пройти в архитектуру, но... Но семь ходов сэкономим, да? Почему бы и нет? Потому что следующее чудо, которое нам нужно, это фарфоровая пагода. Она даст великого ученого и добавит очки великого ученого. Может быть, даже надо было не в астрономию лезть, а лезть именно в пагоды туда заранее. Но пока мы будем туда идти все вот эти технологии, изучая, у нас уже будет 50% прирост. Так что пройдем через... А, да, видите, вообще все ветки. То есть до пага это сильно далеко. Ну, значит, акустику бесплатно закроем. Дороже ничего нету сейчас. А можно же? А может и нельзя, кстати, нам сейчас в акустику. Ладно, заканчиваем астрономию. После этого... О, керли что-то. Красота, красота. Что подороже? Гильдии. Ну, гильдии-то гильдии. Три хода сэкономим. И мы украли у Дидоны. И Дидона... О-о-о! Дидона ведет войска до влезапной атаки города Венеция. Дидона готовит заговор против Густава. Так. А вот оно и начинается, да? Скилл-то в игре не пропьешь. Так, Густав. Сначала мы предупредим Густава. Дидона идет к тебе. Дальше. Не хочешь ли ты начать войну против Дидоны? И золото, и мрамор. А, это такое золото. Давай без посольства, я согласен. Нет? Давай свое тогда хоть посольство. И нет? Рашина. Ладно, давай. Займи-ка ее. Вот так вот вовремя шпион... А, нет, смотрите, уплыл дальше. Уплыл дальше. Нам нужны войска. Стены. Стены. Ост-Индию тоже нужно. Ост-Индия даст нам больше денег. Торговый хлот. Но, как говорится, счастливы те, для кого уж сегодня возводят высокие стены. Ладно, мы если что их купим за 300. Так, давайте, наверное, поведем наших бойчин. У нас есть уже композитные луки? Нету композитных луков? Ладно, давайте астрономию. Астрономию и следующие композитные луки. А почему я называю их композитные луки, если написано, что это просто меткие лучники? Фиг знает. Да и неважно. Лучники нам нужны. Сейчас, значит, берем астрономию. Берем лучников. Ведем своего лучника для апгрейда. Для апгрейда. Ему долго идти. Тут 4 хода. Но это надо сделать. Беги, лучник, беги. Так, тебя бы тоже заапгрейдить. А ты скорее копай золото, потому что мы отдали мрамор, который у нас был в единственном числе для начала войны. И нам бы теперь нужно золото срочно, чтобы поменять. Потому что каждые 2 хода, ну 2 уже нет, каждые 3 хода у нас рождается новый гражданин. А счастье всего в песте осталось. Так, но Дидона, я думаю, пока не станет на нас наезжать, да? Я закрою глаза на ваш промышленный шпионаж. Ну, ваши шпионы были пойманы при попытке украсть технологии. Ну как были пойманы? Мы украли. Да, давай, дружи, Шашон. Чтобы хоть ты тут на угрозу не ставил. Я, конечно, тут тебя затроллил немножко, чтобы ты не распустил тут свой город. Но, ну давай. Так, я все-таки хочу попробовать торговлю запустить. Видите, много сколько? Плюс 5. Хочу попробовать с ней заторговаться. Может, она пока не будет нас обижать. А нам десятка науки вообще очень в тему будет. А мы можем еще Мамбасу. Давайте Мамбасу. Выполним Мамбасский квест. Мамбаса станет нашим союзником, мы получим ее ресурсы. И тоже будет хорошо. Так, у нас пошла постройка Монетного двора. Монетного двора. А нам нужен Так, университет. Людей в университет нам нужно записывать. Один житель все равно у нас получается. И один ход до великого ученого. Отлично. И теперь в рынок еще 15 ходов до великого торговца. Все. По технологиям астрономия еще не готова. Ой, ну сейчас его совсем тут Зашугают. Ну, по-своему, да, у нее арбалеты. У нее Квин Квиремы какие-то у нее. Это вместо, наверное, этих Галер. Ладно, пусть он тут стоит. Он нам там не мешает и есть не просит. А нам нужно Хочу посмотреть, сколько Четыре, все равно Еды. А в чем прикол тогда? Я думаю, станет пять. Говорят. Беги вон Вон туда Я покупаю эту клетку Подключай второе золото Тот уплыл Значит, гоним Вот сюда Будем его апгрейдить В мечника Он будет держать Подходы города А лучник будет Метка-лучник Будет отстреливать Наступающих Будем держать оборону Тут У нас удобно Горат Много Сразу вас не окружат Но с моря смогут Дедонат Тяйность Стягивает войска Спасибо Я в курсе уже Я надеюсь, что Густав Ой-ой-ой Что-то прям так Все промелькало Астрономия Гамель Новое время И великий ученый Великий ученый Пусть спит Появилось Новое время Можно Теперь Идти В рационализм Наконец-то А тут Два Пришлось потратить Мимо И Что еще Еще можно Строить астрономию Ой Обсерваторию Какая она Дорогая Зараза Монетный двор Сейчас закончится Начнется Оксфорд Вот давайте Смотреть Что-то мимо Куда-то В металлоконструкции Иди А потом Акустику Да Можно в акустику Да Значит через оксфорд Мы закроем Акустику После монетного Двора Либо мы Еще Протелимся Пять ходов Закроем Акустику Так Но архитектура Наверное Нет Архитектура Через все эти ветки Дороже акустики У нас Вариантов нету Значит будем Строить И И ладно Как тебя усыпить Почему нет кнопки Усыпить Ага Убрать с клетки А он с караваном Что там столкнулся Караваном Одиннадцать Вот А смотрите Мы три науки Будем Стокгольм Передавать То есть мы Какие-то технологии Знаем Которые не знает Он Давайте с нее тянуть Пока можем тянуть Будем тянуть с нее Все Ученого С 5 очком Первый ученый Появился 96-й ход Нормально И еще У нас Можно строить Один торговый корабль Его поставим После 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 обсерватории Нам скоро придется В войну Кладываться Вот еще я боюсь Так Одиннабулнага А кстати говоря Кстати говоря Одиннабулнаге Можно тоже Дать каких-то ресурсов Так Давай мы теперь С тобой не будем Дружить Потому что Ты Воюешь С Дидоной И если мы с тобой Подружимся То она На нас Окрысится Не то что мы с ней Хорошие друзья Но Добавлять ей Поводов К ненависти Не стоит Это точно Так что Дружить мы с тобой Не будем Уильям Батлер Яйц Не тот ли это Яйц Который был В Гиперионе О Нашли Кого-то Есть железо Начался Оксфорд За Оксфорд Возьмем Акустику Тихо Подожди Я просто Хочу посмотреть Какая ветка Идет В архитектуру Два Два хода На рыцарство Один ход На инженерное дело Давайте В инженерное дело Пока пойдем Лучник Прибежал А, еще нету Апгрейда Так, ну Крепить в городе Следующий ход Будет тебе Апгрейд Золотом Дополнительно Меняем На соль А вот у нас Уже и 14 Частья И 14 Ходов До золотого века Наши шпионы Обнаружили Слушай, спасибо Второй раз Но Но она что Все не успокоится До сих пор Вон пришли Аркибуза уже Еще нашли город А где все это происходит Кто Находит все эти города У нас вроде Разведчиков нет никаких А, да доросли Увидели вот тут А там Там бомбас Наверное дорос Да, наш союзник Все Апгрейд Метка луков Даже не стал Смотреть Сколько это стоит Потому что По-любому Надо И апгрейд Войнов Тоже будем Скоро делать Давай Дострой уже Эту ферму Ты подключай Здесь Следующий ход О, и следующий ход У нас уже Открывается Рационализм Красотища Вроде бы Пока кажется Что Ко всему Успеваем Торговые пути Проседают на один Но Но не так Что когда их 10 Свободно А есть один корабль То есть В принципе По торговым путям Поспеваем По этим Великий ученый Появился уже Вроде все нормально Вот сейчас Рационализм Примем Смотрите 110 науки Должно стать 121 Да 121 Красота И Следующая технология Так Стой Я не хочу Акустику Я хочу Просто Снова Посмотреть Литье Литье Тоже Хорошо Купить арену Нет Вот Не знаю Купить что ли Стены Чтобы Уже раз и навсегда Закрыть этот Вопрос Пост Индия Еще нам Нужна Много Всего Нам Нужно Так Ну давайте Корабль После Обсерватории Будет Оксфорд Давайте Ладно Куплю Стены А то Один раз Забудешь Купить Стены Потом Кранты А И еще Надо Посмотреть Как далеко У нас Индустриализация Не Очень Далеко Это я Хочу Посмотреть Для того Чтобы Великий Торговец Создался Потому что Второй Ученый Создастся Сейчас Через Десять Ходов Это Хорошо Все Но Но нам Нужен И торговец Чтобы Выкупать Раз и Два Двадцать На Сто Двадцать Пятом Ходу Будет А Не Будет Торговец Его Отодвинет На Сто Тридцатом И Останется Еще Семь Сходов Чтобы Еще Второй Да И Третий Город Но Мы Откроем Там Где-то Деньги И Биржу И Это Позволит Быстрее Делать Торговцев Так Кто Там А Медкалук За Обгрыженный А ты Почему Не Обгрыжешься А Я Кому То Железо Своё Отдал Ну Ладно Пока Стой Железо Вернется Когда-нибудь О Смотрите Карфаген Потек Будет Легустов Лучшим Соседом Чем Дидона Вопрос Но Дидона Точно Плохой Сосед Она Уже На Нас Бычить Собирается Хотя Когда Тут Будет Город Густава Тоже Неизвестно Будет Легустов Еще Вернее Так Не Захочет Легустов На Нас Начать Бычить Ну Ладно Это Мы Узнаем Все Литье Литье Открывает Литье Тоже Открывает Хорошее Здание На Производство Тоже Сейчас Их Надо Будет Либо Покупать Либо Строить А вот Давайте Так Еще раз Проверим Сейчас Архитектура Через Машиностроение Да Ну Давайте В машиностроение Потому что Там Будет Апгрейд Арбалетов Стрелковые 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 Нету Из наших Из наших Известных Нам Оппонентов Все Взяли Новый Карфаген Взят Так Шашон Взял Союзника Цюрих 74 очка Он Прямо Сразу Столько Денег Вваливает Туда О Оксфорд Идем Смотрите Акустика 5 А навигация Это 8 У нас Но Тут Конечно Такое Решение Знаете С одной Стороны Три хода Сэкономить Хочется А с другой Стороны Нам Навигация Сейчас Нафиг Не нужна А вот Акустику Перекрыть Приблизиться К архитектуре Это нужно Поэтому Берем Акустику Берем Машиностроение Сейчас Да И Идем После этого Прямоем Кодом В архитектуру Потому что Хочу Пагоду Так А ты Че стоишь На улице Новый Что ли Создался Не мог А Видимо Какой-то Караван Караван Выгнал Да Караван Пришел И выгнал Мужика Нашего Гони Караван Отсюда А мужик Вернись И Спи Там Так А ты Струйся Опилку Все Стонгольм Чистеньки Ну ладно Я надеюсь Если будем С ним Дружить Он Будет Нас Защищать О И ты За китов Я согласен А что ты хочешь 17 золотых Ход И посольство Ладно Я на это согласен Потому что Любовь к отчизне Это хорошая штука Это 20% Бонусы Посольство Конечно Она знает Теперь где мы Но она и так знала Где мы Она вот тут стояла Так что Так Какую-нибудь городишку Купить Здесь машиностроение Сразу сделаю Апгрейд арбалетов Все Отчизна пошла У нас 54 88 73 98 Давайте Библу Подарим Что ли Чего-нибудь О чем 35 очков Получим Он станет нам Другом Слонову Козь Донесет Давайте Так И Достроил Давай Ферму Строй Тогда Не понял Я Почему Плантация Не дала Нам Еды Хотя Может Она просто Здесь Не отобразилась Яблочком А Добавилась Может Карфаген Может он Сожжет Этот Город Хотя Зачем Он сжигать Город Место Просит Город Кто-нибудь Сюда Нам Нам Нужно 5 Вот Здесь Кузница Дает Производство Мастерская Дает Вообще Два Производства Ладно Пока Не трогаем Пока Оставляем Обсерваторию По Любому Обсерваторию Строим Потом Корабль Это Шестой Будет Еще Два Корабля Позже Сделаем Еще Два Корабля Производство Будет Решать В конце В самом Когда мы Будем Строить Запчасти Если У нас не Стребят Кому Моменту Но я Постараюсь Этого Не допустить Вот Поэтому Производство Тоже Будет Критично И От него Тоже Никуда Особо Не Денешься Кто Вытащит Сей меч Из Под Наковальни Тот И Есть По Праву Рождение Король Над Всей Землей Английской Сэр Томас Мэлори А мы Что-то Украли Опять 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 У Дидоны Сейчас Она Конечно О Смотрите Круто Круто Украли Банковское Дело За 5 Ходок У нас Сейчас А мы Только Начали Ему Да Ой Ну 34 Науки Внесли Фигня Вопрос Давай Так Сейчас Она На нас Конечно Да И Фиг С ней Тут Она Потеряла Город Кагасима Сатсума Течет Почему-то Японец С кем-то Воюет Ух ты Смотрите Как она Спамит Города Прям Тысяч 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 Плотно Ну Ничего Женела Женева Объявила Войну А Этот Стал Союзником Есть Ну иди На тот Край Строить Фермы Лепищи Мы за них Получаем За торговую И тут Можем Тоже Получать Лепищи Если мы Окончательно Выкупим 25 35 Давайте Есть И Три Хода До Золотого Века Тоже Очень Хорошо Два Хода До Обсерватории Четыре Хода До Следующего Горожанина Ой Густав Ну ты Че Делаешь Ну ты Вообще Я думал Ты нормальный А ты Твою Какую Дичь Блин А я Только Что Потратил 250 И я Теперь Смогу Вернуть Блин И Отодвинулся Наш Два Хода Было Да Ну Густав Ну ладно Пять очков В принципе Ну как В принципе Три Хода Надо Ждать Теперь Через Три Хода Только Сможем Вернуть Себе Свой Город Давай Все Пять Ходов До Архитектуры У нас Сейчас Строится Будет Лесопилка Тут Я думаю Можно Выкупить Вот эту Клетку Выкупить Эту Клетку Чтобы На ней Поставить Еще Одни Шахты Чтобы Успеть Фарфоровую Пагоду И тогда У нас Ученые Через Три Хода Плюс Там Даром У нас Будет Три Ученых А Всего Три Седьмой Ход Ну То есть Вообще Нормально Успеваем Как будто Бы Пока Что Все Есть Обсерватория 150 Науки Там Три Делаем корабль Тут Ничего Пока Не трогаем Все Пока Идет По-моему Нормально Какую-то Веру Нам Там Тащат Нет Не тащат Утащили На самом деле Карфаген Не прирастает То есть Бьется Он За Карфаген Все Слился В ноль Так Что Хорошо Они завязали Там Очень Хорошо Шашон Конечно Вырывается Набыжность Эстетика 35 Технологий Но Тоже У него 35 У нас 32 35 28 30 Не сильно Отстали По технологиям Вообще Не сильно Обычно С десяток Технологий Можно отставать Чтобы потом В конце Учеными Ой Ход Надо Чтобы в конце Учеными Перекрыть Это отставание И даже Обогнать А при таком-то Раскладе Вообще Нормально Идем Главное Что Чтобы Нас Никто Не завоевал В итоге Так Однако Время Пишите Комментарии Ставьте Лайки Подпишитесь На канал Нажмите Колокольчик Чтобы Не пропустить Следующую Серию Спасибо За просмотр И Пока Продолжение следует